Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня мы снова поговорим о воскресении из мертвых. Дело в том, что очень часто приходится встречаться с православными по форме людьми, то есть формально православными, которые не верят в воскресение мертвых. И вот сегодня мы с вами слышали слова апостола Павла. Я хочу повторить эти слова из 2-го послания Коринфянам 4-й главы. Апостол пишет, мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас, и поставит перед собою с вами. Все христиане, которые жили и умирали во Христе и часто отдавали свои жизни за веру во Христа, как и сегодня мы слышали о Евстафии Плакиде, который, будучи крупнейшим военачальником, можно сказать, генералом армии императора тогдашнего римского, пострадал за Христа, не задумываясь, потому что абсолютно был уверен в воскрешении мертвых. И апостол пишет, если вы не верите в воскресение, то и Христос не воскрес, а вера ваша тщетна, то есть пуста и бессмысленна и бесполезна. Итак, если христианин, который так себя называет, не верует в воскрешение своё, он не верует и в то, что Христос воскрес. И когда приходят пасхальные дни, он кричит, Христос воскрес, но не верует в это. И когда отвечает воистину воскресе, не верует в это, и живёт как язычник. Для него Бог нужен только здесь и сейчас, в этом мире, чтобы он помогал, давал здоровье, помогал квартиру купить, деньги накопить, машину новую купить, чтобы дети были здоровы и так далее. Только здесь, в этом тленном мире, он должен нам помогать. А что будет потом, неизвестно. И вот мы должны чётко понимать, что вся жизнь двухтысячелетней церкви подтверждает слова апостолов о воскрешении Христа, которые видели это своими очами и проповедовали это. И если бы не видели, не могли бы проповедовать, не могли бы врать о том, что Христос воскрес. Они его видели после смерти своими собственными глазами, и их было очень много. Первое же явление, как мы читаем в Деяниях, до пятисот человек одновременно увидели Христа воскресшего. И впоследствии сколько святых было, которые видели Христа воскресшего, который являлся им во все века, за все две тысячи лет, многократно. И апостола Павла призвал сам Господь, явившись ему во плоти. Что будет с нами? Мы снова должны вспомнить, что говорит учение христианское. Что было открыто Господом, ученикам, своим апостолам. Что было открыто святым отцам, которые тоже получали откровение от Бога в течение этих двух тысяч лет. Оно говорит о том, что после смерти душа восходит в духовные сферы, в духовный мир. Некое духовное поле, если хотите. Это более тонкое поле, чем физические поля, электромагнитные, например. Всего ученые насчитывают восемь полей. Так вот, это другое поле, духовное, в котором существуют разумные личности, ангелы и души умерших людей. Вопрос в том, что не все попадают одинаково в одно и то же место. Нам Господь открыл, что есть два места, где будут находиться люди. Одно место условно называется раем, но это уже после суда Божьего, когда произойдет последний и страшный суд. А до суда они пребывают в неком месте, которое мы условно называем селение праведных. В этом духовном мире, где находятся люди праведные. То есть те, кто жили по правде. И хотя по нем еще человеческие грешили, потому что нет человека, который жил бы и не согрешил. Но тем не менее эти люди стремились ко Христу, стремились к Его чистоте, выполнению той задачи, которую Он поставил перед нами. Будьте святы, ибо Я свят. В какой-то мере, по крайней мере, стяжали эту чистоту, святость. Они находятся в этих селениях, то есть в тех местах духовного мира, нами невидимого, и находятся в ожидании последнего окончательного суда Божьего. В очень хорошем состоянии духовном. В радости. Те души, которые не знали Христа, или, зная Его, тем не менее грешили и не исправлялись, эти души будут находиться в том месте, где находились души ветхозаветных людей, и грешников, и праведников. Это место по-еврейски называется Шиол. В переводе – место, лишенное света. Мы не знаем, там были мучения или не были мучения. Это место вне Бога. Хотя многие люди, которые возвращались с того света, а за все века их было очень много. В каждом веке были десятки людей в разных странах, которые свидетельствовали о том, что они видели, когда душа выходила из тела. Это было во все века, и поэтому все народы Земли всегда знали о существовании души после смерти. Все. И только атеизм 18-19 веков создал неких личностей, которые уже не веровали в существование разумной личности отдельно от тела. То есть атеисты. Все предыдущие 18 веков, нет, не 18 веков, а 5 с лишним тысяч лет от Адама, все люди знали, что душа, разумная личность, существует вне тела после смерти. И во всех религиях это обозначено, в любых религиях. Так вот, мы с вами должны помнить, душа человека, которая не знала своего Создателя, или, зная его, не жила по его заповедям, греша не каялась в своих грехах, не пыталась выполнить задачу стяжания Духа Святого. Она не может попасть в Царство Небесное. Она попадает в эти обители, мы условно сейчас их называем ад. Но это еще не ад, потому что настоящий ад будет только после Суда Божьего, после страшного и последнего Суда Окончательного. Это будет в конце нашей земной цивилизации, когда Господь отберет все лучшее и останется только мусор, и этот мир выполнил свою задачу. То есть произошел окончательный отбор. Люди все решили для себя, кто со Христом, а кто без Христа. Каждый решает это сам. Что будет потом? Ну, о праведниках я уже сказал, это понятно и просто. А вот у людей возникает вопрос, а что будет с другими? Если человек не знал Христа, но, как часто говорят, был очень порядочным человеком. Готов был помочь ближнему. Он явно, по крайней мере, вот так заметно, не грешил, никого не убил, никого не ограбил. То есть вот таких каких-то очень ярких, очевидных грехов он не совершал. И считается среди людей хорошим, добрым и порядочным человеком. Неужели все они погибнут? Но есть учение церкви. И есть слова самого Господа Иисуса Христа. Кто не уверует и не крестится, осужден будет. Заметьте, впереди стоит кто не уверует. Речь идет не просто о вере формальной. Таких христиан очень много. Речь идет о той вере, которая доказывается делами. Потому что сам Христос сказал, по делам их узнаете их. И Он судит нас не по нашим словам, не по крестику на груди, на веревочке или на цепочке. А только по нашим реальным делам. Но ведь мы хорошо знаем слова. Нет человека и же жив был и не согрешил. И действительно, нет такого человека, даже самого праведного, который в чем бы то ни было, не согрешил. Таких людей нет. Был один, но и тот Бога человек Иисус Христос. А все мы, люди обычные, мы все грешим. И словом, и делом, и мыслью. И даже самый хороший человек, если его копнуть глубоко. Вы же не знаете его тайную жизнь. Где-то блудил. Может быть потом и не блудил, но в какой-то момент блудил. Где-то и врал. Где-то и тщеславился. Где-то и гордился. А где-то что-то чужое взял. Просто об этом никто не знает. Может быть он и сам, вспоминая об этом, краснеет. И ему стыдно. Но это было. И если человек, не будучи христианином, оставил это все в себе, потому что он не знал о таинстве исповеди. И только в исповеди прощаются грехи, когда искренно чекается. Он этого не делал, он не исповедовался. Да, он впоследствии не грешил такими грехами, может быть. Но в мыслях кого-то осуждал, злился, ненавидел, может быть, кого-то. Но внешне это не показывал. Какие-то внутренние эти моменты, которые мы не видим. И в целом для мирянина, внешнего, кажется, я хороший человек. Но Господь будет усудить-то по своим критериям, а не так, как нам, людям, кажется. И по этим критериям Божьим, этот человек не достоин того, чтобы быть со Христом. Во-первых, нужно знать Христа, глубоко и сознательно веровать Ему. Жить по-христиански, по заповедям Христовым, по евангельским заповедям. А их много, не 10 те, которые вы знаете наизусть, а их много в Евангелии. Просто никто на это не обращает внимания. Но Господь-то будет судить по этим заповедям, которые Он дал, помимо тех, которые Он же дал на горе Синай Моисею. Когда явился во плоти, Он еще многое что дал нам. И если человек не живет по этим заповедям, как он может надеяться быть со Христом в Царстве Его? Значит, он попадает в это темное место, лишенное Божественного Света, Шеол или Ад. Но опять же, мы должны помнить, что Бог справедлив. Поэтому каждый получает по своим заслугам. Вот сейчас мне приходилось сталкиваться с проблемами многих людей, которые судятся. И у этих многих людей проблема одна. Даже если ты абсолютно уверен в своей правоте, у тебя есть все доказательства твоей правоты, ты все равно будешь осужден или, по крайней мере, не получишь никакого удовлетворения, потому что современный суд, как правило, зависит только от денег или от звонка сверху. И хоть ты тысячу раз бываешь прав, если ты не заплатил больших денег. А я это знаю очень хорошо, потому что и мне приходилось, как представитель монастыря, выступать в суде против одного бизнесмена, который уничтожил крест трехметровый на месте будущего храма, который был освящен по благословению святейшего патриарха, ныне покойного Алексея Второго. И вот я с ним два года судился. И тоже убедился, как и многие другие, что судьи действуют только за деньги. Или по звонку сверху. Невозможно найти правосудие сегодня. И если оно есть где-то, то это исключение. А правило вот такое. Деньги или звонок откуда-то из высших сфер правительственных. У Бога так не бывает. Бог абсолютно справедлив. И праведность его такова, что каждому воздастся точно, отмеренно, по его заслугам или по его грехам. И, конечно, тот, который согрешил мало, и наказан будет мало. А тот, который согрешил много, будет и бит много, как мы знаем из Евангелия. И в этом справедливость Божия. И мы должны понять такую вещь. Так же, как и в раю обители много, сказано в Евангелии, точно так же и ад неоднозначен. И эти духовные сферы, низшие, инфернальные, они тоже не одинаковы. Те люди, которые старались жить по совести, да, были какие-то грехи. Но смертных, по крайней мере, не было. Человек не убивал, никогда не грешил блудом, был верен своей супруге или своему супругу. А я знал таких. Кстати, много встречались такие мужья среди военных, среди офицеров, которые никогда не согрешали в отношении своей супруги. И жили счастливо только с ней. Потрясающее явление, но мне такие люди встречались на исповеди, именно военные. Генералы, полковники, майоры. Вот удивительно. А миряне почему-то реже, намного реже. Так вот, человек, если не грешил смертными грехами, не блудил, не убивал, против церкви не воевал, где-то внутри, может быть, и признавал бытие Божие, но, будучи советским человеком, например, атеистом, не ходил в церковь и не исповедовал Христа открыто. Понятно, что он не будет вместе с разбойниками, убийцами, которые действительно согрешали всеми смертными грехами и не собирались ни каяться, ни исправляться. И там, в этом духовном мире, низшем, тоже есть некие сферы, где нет мучений. Но это не рай, это не Царство Небесное, это место, лишенное благодати Святого Духа. Они не будут мучиться, но они и не будут со Христом. И только есть одно обстоятельство, которое может их спасти, тех, которые были крещенными христианами и жили по совести. За этих людей приносят молитву церковь каждый день во всех уголках земного шара, где только есть православные храмы. Не важно, где, в Антарктиде есть православный храм, в Астралии есть православный храм. В Лондоне, в Америке, во Франции, в Гренландии, где бы ни были православные храмы, везде в них возносится молитва о умерших православных христианах, добрых и злых. И те, которые жили по совести и у которых не было много грехов, они за молитвы церкви, за добрые дела их родственников, которые что-то делают доброе в память своих умерших предков, например, помогают бедным Христа ради и говорят мысленно, Господи, прими жертву сию за усопшего отца моего или дедушку моего, называя имя. И Господь принимает эту жертву как бы от лица того умершего. Если они молятся о нем, если они совершают панихиды в церкви, и священник молится конкретно вот об этих людях, то в том случае, если у них не было уже очень много всяких смертных грехов, то, как говорят многие отцы святые, которым было это открыто, что некоторых людей из вот этого мира, лишенного Божьего света, из этих инфернальных сфер, Господь милует и переводит в селение праведных. И они спасаются. И спасаются исключительно не своими делами, а уже за молитвы их живых родственников, которые еще на земле и которые молятся о них. Именно поэтому в церкви принято обязательно молиться за своих предков. Потому что мы не знаем, в каком они состоянии умерли. Господь знает. Но мы, жалея их, любя их, должны им помочь. И наши молитвы реально помогают им. И даже если те, которые были и грешниками, и не заслужили Царства Небесного, тем не менее, и им становится легче. Господь облегчает мухи. Переводит на более легкую какую-то ступень. За молитвы их потомков. И здесь напомню еще раз кусочек из жития великого святого преподобного отца Макария Египетского. Он имел колоссальную благодать Божью и власть над стихиями и над душами живых и умерших. И вот однажды, когда он шел по пустыне, он увидел череп. И по его молитве Господь дал возможность душе того человека, чей был череп, беседовать с Макарием. И он слышал голос внутри себя, голос этого человека. Он прикоснулся жезлом к черепу и спросил, кем ты был в жизни? И услышал голос, который ответил, я был египетским жрецом. Мы знаем, что Египет был очень страной верующей, но вера их была чисто оккультного плана. Они веровали в загробную жизнь, веровали во множество богов, Астанца, Азирис, Ра и так далее. Они были верующими, но служили этим богам-демонам, не зная, кто они. И спросил тогда Макарий, а где твоя душа сейчас находится? И душа отвечала, в огне. А бывает ли когда-либо у вас хоть какое-то облегчение? Он говорит, да. Тогда, когда такие люди, как ты, молятся за весь мир, пламя опускается, и мы начинаем видеть друг друга. И это для нас великое утешение. Вы видите, о чем говорит тот жрец? Что действительно, хоть какое-то утешение они получают за молитвы людей, которые молятся о всем мире, и в том числе о всех умерших душах. Как брал на себя такую ответственность великий и святой Макарий Египетский. Ну, а есть ли кто-нибудь, кто мучается более, чем ты? Он говорит, да. Я стою на голове православного епископа. Макарий удивился и спросил, как же так? Ты языческий жрец? А православный епископ мучается более, чем язычник? Как это? И душа языческого жреца объяснила. Я жил задолго до Христа и ничего не знал о нем. А это был христианский епископ, который все знал, но жил недостойно своего звания. Поэтому он мучается больше, чем я языческий жрец. И вот отсюда мы тоже видим, что разные виды мучения и разная сила мучения бывает. Поэтому, когда мы, христиане, желаем добра своим усопшим родственникам или знакомым, тем, которые нам почему-либо дороги, мы должны обязательно молиться за них. Потому что так или иначе, в большей или меньшей степени, Господь дает им облегчение за наши молитвы. И особенно за добрые дела, которые мы посвящаем нашим близким. И еще в конце хотел бы сказать тем людям, которые скорбят о потере близких и видят свою жизнь бессмысленной без них. Вот у кого-то умер муж, и жена говорит, я не вижу смысла. У кого-то умерла жена, и он говорит, я живу совершенно бессмысленно, потому что мы были как одно целое, любили друг друга, и был смысл в жизни ради другого человека жить. А сейчас она умерла, и я не знаю, для чего жить. Опять же, это говорит о том, что человек не понимает, почему Господь его оставил в этой жизни, почему не забрал вместе с супругом или супругой. А смысл очень великий. Оставив любящего человека на земле, Господь дает возможность тому, кто умер, получить милость за молитвы и добрые дела оставшегося. Господь знает, что у этого человека есть какие-то неисповеданные грехи. Есть что-то, что можно исправить только молитвами близкого человека. И поэтому он оставил этого в живых, чтобы муж или жена, которые остались еще в этой жизни, могли бы помочь своими молитвами и своими добрыми делами и собственным исправлением своему усопшему мужу или жене. И в этом глубокая миссия этого человека. И ни в коем случае нельзя отчаиваться и не забывать необходимо о милосердии Божьем. Бог не хочет никому погибели, но хочет, чтобы каждый из нас был спасен. Аминь.